Итак, мы несколько запаздываем, я постараюсь ускориться. Итак, мы провели совершенно замечательное исследование, потратили очень много времени на разработку дизайна и рассмотрели статистические механизмы. А сейчас давайте выйдем во внешний мир и сделаем так, чтобы результаты нашего исследования были доступны всем. Конечно, вы можете публиковаться и на русском языке, но если вы хотите, чтобы большой мир узнал о вашем исследовании, нужно публиковаться на английском языке. И вот в ближайшие 40 минут я постараюсь вкратце рассказать вам о том, каким образом нужно писать статьи, какие разделы в них необходимы, должны быть, какими рекомендациями необходимо руководствоваться для того, чтобы у вас были хорошие шансы опубликовать вашу статью. Итак, вы слышали о разных типах исследований, проектах и разных типах публикаций. Конечно, можно публиковать результаты РКИ, можно даже протоколы исследований публиковать, можно делать мета-анализ. И для многих журналов это является приоритетным направлением, потому что там много цитат, и это повышает индекс цитат журнала. Но в основном написание статьи будет касаться исследовательских аспектов. И вот здесь даны, приведены типы статей, которые наиболее часто встречаются, руководящие принципы, отчет и письмо для редактора. Итак, основная рукопись. Мы разделяем наш основной текст для простоты написания на разделы, которые всем знакомы. Я очень быстро их пройду. Ну, что я, собственно, хочу здесь подчеркнуть. Конечно, нужно разделять правильно эти разделы. Это просто золотое правило написания статьи, чтобы вы понимали, как ваш текст структурированный. Так, должно быть название, должны быть выводы. Это обязательно. Должен быть реферат, описание основной проблемы. Цель исследования должна быть описана. Почему вы проводите это исследование? Дальше здесь небольшой участок, где пересекаются эти разделы. И дальше, как я уже сказал, выводы. Дальше переходим к вводной части. Это основная область интересов, существующие знания. Вы можете выбрать методы, и результаты будут зеркально их отражать. Но, кроме вот этих областей, где могут пересекаться ваши разделы, пожалуйста, следуйте вот этой сетке. Не смешивайте больше текст из ваших разделов, потому что ваша статья должна быть четко структурирована. Название должно быть интересным, оно должно привлекать читателей. Пожалуйста, подумайте внимательно, сформулируйте такое название, которое будет действительно интересным заставить читателей ознакомиться с вашей статьей. Основные моменты должны быть понятны, четко сформулированы, точны, кратки и грамматически правильны. Для названия и для реферата очень важно отсутствие грамматических ошибок, иначе редактор просто скажет, что английский язык плохой, иначе статья плохая. К сожалению, такая закономерность наблюдается. И так, конечно, в названии должны быть ключевые слова, это виды животных, органы, параметры, механизмы. Но, как правило, название должно быть очень кратким, максимально концентрированным по информативности в вашем названии. Не должно быть никаких избыточных слов. Например, если вы говорите «исследование», у слова «исследование» нет, собственно, наполнения, нет значения. Избегайте таких размытых общих слов, избегайте слов «механизм», «исследование». Люди начинают скучать, когда читают статьи, пересыщенные такими словами. Избегайте избыточных слов. Не пишите, можем ли мы с легкостью процитировать что-то. Если вы можете процитировать, то это уже предполагает доступность. Постарайтесь как можно короче и понятнее выражать ваши мысли. Допустим, «А» коррелирует с «Б». Не говорите «А» находится в прямой корреляции с «Б». И если редактору понравится название, он начнет читать реферат вашей статьи. Итак, реферат начинается с описания проблем или гипотезы, как вам больше нравится, и заканчивается выводами. Почему? Я, например, достаточно часто делаю обзоры статей, и когда я читаю статьи, я сразу начинаю с выводов. И если я понимаю, что выводы интересны, то я обращаюсь к самой статье. Итак, вы озвучили проблему, вы включаете в ваш реферат только действительно значимые и интересные данные. Давайте цифры, которые будут непонятны, непонятно к чему относятся, и не делайте ваш реферат очень длинным. Я, например, очень ленивый человек, я не буду читать очень длинные рефераты. Методологическая часть должна быть также минимальной, там должны быть подразделы, где будет озвучена цель, методология, задачи, механизмы и техники, которые вы используете. И, конечно, вам нужно следовать требованиям журнала, в котором вы хотите публиковать вашу статью. Ну и, соответственно, выводы должны коррелировать с обозначенной проблемой. Избегайте цитат и необъясненных терминов и аббревиатур. Понятно, что вы знакомы с тем, что вы пишете, но ваш читатель вполне может не знать какой-то аббревиатуры. Поэтому вам нужно понимать, если ваши читатели – это обычные люди, то вам нужно объяснять все цитаты и термины, а также аббревиатуры. Итак, я надеюсь, что если у вас будут четкие выводы, то вашу статью редактор одобрит. И если вы хотите, чтобы читатель продолжил знакомство с вашей статьей, вы переходите к вводной части. И здесь вам нужно задать три вопроса, которые вам нужно задать и на которые вам нужно ответить в вводной части. Что? Какова проблема? Какова модель? И каковы техники? Почему мы делаем эту работу? Что именно мы делаем? И каким образом мы достигаем наших целей? Итак, в первой части, конечно, вы обозначите сферу исследования. В основном мы всегда подчеркиваем важность нашей работы, конечно. Иначе бы мы не занимались этим, наша работа очень важна. И в какой бы сфере вы не занимались исследованием, для вас это будет важно. Так вот, обозначьте важность вашего исследования. Вы можете сказать, что наблюдается рост случаев заболеваний, раком груди, и молодые люди болеют все чаще. У вас может быть разная аргументация. Главное – подчеркнуть важность именно этой области исследования, почему вы этим занялись. И, как и любой другой, если я читаю статью, я смотрю на все разделы, но для меня самым важным является раздел ссылок на литературу. Конечно, я бы посмотрел, встречается ли мое имя, мои работы в списке литературы. Если нет, я могу и не одобрить такую статью. Итак, в начале вашей вводной части, пожалуйста, обозначьте очень хороший, продуманный, хорошо составленный список литературы. И напишите, что вот такие-то и такие-то авторы, достаточно много об этом писали. И ведь, возможно, вашу статью будут читать студенты этих профессоров, на которых вы ссылаетесь. Это такой политический момент, но это важно и для того, чтобы читающий понял, что вы знакомы с этой литературой. И вот дальше вы доходите до момента, когда вы говорите «но». Вы говорите «вот, я прочитал всю эту литературу, все эти авторы широко осветили эту проблему, но в Санкт-Петербурге, например, наблюдаются такие-то и такие-то особенности. И вот я занимаюсь этой проблемой, вы представляете себя, говорите о том, почему особенно важна эта проблема. Что это за вопрос, на который вы пытаетесь найти ответ. И дальше вы говорите о моделях, которые вы будете использовать, перекрестные исследования или другие виды исследования. Вы также говорите, что какие-то другие авторы уже пользовались этим подходом, и, возможно, есть какая-то взаимосвязь. Но вы говорите, что для нашей популяции конкретной самой подходящей моделью будет, ну, вот какая будет модель, случай, контроль, например, или перекрестная модель. В общем, любая модель, которую вы посчитаете нужной выбрать. Вот расскажите, каковы преимущества есть у этой модели, почему вы считаете, что нужно именно для вашего исследования выбрать именно эту модель. Ведь редактор читает вашу статью и понимает, что автор очень хорошо продумал все моменты, и статья логически очень правильно организована и выстроена. И обычно у нас есть один конкретный вопрос. Например, влияние лишнего веса на заболеваемость раком. И это вот конкретная цель. Какие вы дальше предпринимаете подходы. Конфаундинг, например. Как вы отбираете участников. Сколько у вас факторов конфаундеров, которые вмешиваются в ваши исследования. Вам нужно здесь показать, что вы знаете, какие последствия повлечет ваш дизайн. Каким образом вы оптимизируете вашу работу для того, чтобы ответить на поставленный вопрос. Итак, есть основные цели исследования. И дополнительные цели исследования. Допустим, лишний вес и рак. А дополнительная цель это кровь. Составь крови. И есть какие-то дополнительные, вторичные факторы, которые могут также оказывать влияние на лишний вес, на набор веса, допустим. И вот таким образом вы заканчиваете свою водную часть. В водной части всегда должны быть обозначены все моменты, все методики, все подходы, о которых вы будете более подробно потом писать в вашей статье. Ничего не должно быть упомянуто в статье, чего не было в водной части. Редактор не должен быть удивлен, увидев в статье что-то, что вы не осветили должным образом в водной части. Все должно быть здесь. И проблема обозначена, и техники, которые вы используете, и методы. Итак, самый простой раздел это материал и методы исследования. Здесь вы просто описываете модели, которые вы используете, какие авторы раньше их использовали. Упоминаете этих авторов. Графики описывали, если вы говорите об эпидемиологии, например, вы говорите обо всех аспектах, которые актуальны для такого рода исследования. Если у вас экспериментальная модель, например, то вы говорите о видах животных, клетках, с которыми вы работаете, и так далее. Я лично всегда пытаюсь сделать какие-то наглядные изображения для того, чтобы проиллюстрировать работу. Это можно делать и для эпидемиологии. Возможно, и сами это делали. Когда вы делали метрический анализ, например, у вас есть диаграммы, которые, например, мы только что видели. Для того, чтобы показать изначальные материалы, которые вы выбрали, что вы потом удалили, и что вы потом использовали для вашего последнего анализа. Очень просто сделать такие графики, а описать их гораздо сложнее. Их сложнее описать на родном языке, а на английском языке это еще сложнее. И самое важное, это скучно читать, это скучно писать. Поэтому сделайте график, напишите график 1, опишите весь протокол. Здесь у вас есть значение, например, PH, вы описываете все аббревиатуры. В данном случае это частичная гепатоктомия. Вы описываете легенду. И самое важное, когда у вас проходит конференция, семинар, у вас уже готовы все наглядные визуальные материалы. Вы говорите, вот мой протокол, вот мое исследование, вот что можно включить в исследование. Разумеется, вам также нужно указать наличие информированного согласия от ваших участников, руководящие принципы работы. И что касается конкретной методологии, которую вы используете, чаще всего вы используете техники, которые уже хорошо себя зарекомендовали. И вам нужно просто указать их источники. Например, это исследование было основано на принципах, которые были использованы в таком-то и в таком-то авторитетном исследовании. И вы, самое главное, должны указать данные тех людей, которые взабатывали этот метод, то есть предоставить всю информацию и библиографию. Также укажите все материалы, которые вы использовали, какие-то вещества или реагенты, которые могут, например, зависеть от поставщика. Потому что если вы этого не делаете, люди склонны будут вам не верить. Им нужно что-то, чтобы они могли сказать, да, я это знаю, я могу это воспроизвести, я могу это посмотреть. Что касается результатов. Когда вы делаете контрольные исследования, вы их указываете, вы указываете все многообразие количественных данных по корреляциям, по биохимическим методам, например, по контрольной группе и по экспериментальной группе. Общее общее замечание. Когда мы видим статью, мы обычно ее редактируем в Microsoft Word. Вы посылаете статью в Microsoft Word. Там же у вас и таблица, и файл Excel с вашими данными. У вас есть презентация в PowerPoint. И самая важная для нас работа по форматированию статьи заключается в таблицах. Если у вас большое количество таблиц, 5-6, тогда редактор будет смотреть и думать, ой, нет, 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 мне не нравится, так много таблиц. Хотелось бы, чтобы вы переставили, превратили эти табличную информацию просто в числовые данные. Тогда вам было бы гораздо удобнее прислать ее нам, гораздо легче для нас редактировать. Здесь у вас есть секция «Результаты». Все ваши графические данные должны быть писаны в цифровых данных в этой секции. Помните, что люди в результатах хотят услышать результаты, но важно, чтобы вы не писали о результатах ранее, потому что именно для этого эта графа и предназначена. Опять же, если вы уже вставили какую-то таблицу, не описывайте ее в тексте, она сама по себе уже понятна. Эта информация абсолютно лишняя, потому что она уже в таблице представлена. Дети, которые читают вашу статью, это не детки, это взрослые. Они вполне в состоянии вычленить из таблицы информацию. Возможно, вы захотите подчеркнуть в таблице какие-то особенно значимые данные, но это совершенно опционально, в зависимости от того, насколько вы ленивый человек или нет. Повторяюсь, вы не должны предоставлять одну и ту же информацию в текстовом и табличном виде. Давайте перейдем к самой интересной части вашей статьи. Вы достаточно компетентные люди, вы ученые, вы очень заинтересованы тем вопросом, который вы исследуете. И по сути своей, вы хотите подчеркнуть актуальность ваших данных по отношению к тому, что уже было опубликовано в научной литературе. Именно поэтому вчера я много говорил о том, что нужно просветить время на прочтение про мед, для того, чтобы понять, что ваш материал актуален, обсуждаемый в журнале проблематики. Помните, что глава, которая называется «Развитие темы» или «Дискуссион» без, собственно, ссылок на ваши источники – это плохая глава. Обычно вы можете делать эти ссылки в конце каждого параграфа для того, чтобы указать те источники, на которые вы опирались. Это естественно-научный подход. В первом параграфе вы можете указать синопсис ваших исследований или тех результатов, к которым вы перешли. Во втором параграфе вы можете развить эту тему. По сути, вы должны здесь не отходить от темы вашего гипотеза или того предположения, с которого вы исходили. В любом случае, неожиданные результаты более интересны. Если это валидные результаты, это означает, что вы нашли нечто новое, чего до этого не было в литературе. Это то, что вам нужно исследовать дальше для того, чтобы понять, почему те результаты, которые вы получили, отличаются от ожидаемых. У вас может быть и третий, и четвертый, и пятый параграф в зависимости от количества параметров, которые вы рассматривали. Но никогда не забывайте о вашем главном вопросе. Например, в нашем случае, есть ли зависимость между менопаузой и развитием рака груди у женщин? Я думаю, что вы можете ссылаться на все эти статьи, которые были опубликованы в России, в Казахстане, в странах СНГ, в Европе и, собственно, в странах по всему миру, в Китае, в Японии, где угодно. По сути, мы ожидаем, что вы пройдете все эти источники, но, возможно, вы найдете источники, в которых ваша изначальная гипотеза не подтверждается в научных источниках. Если такое находится, и вы обращаете на это внимание, вам нужно указать, почему вы думаете, что это произошло. Например, вы говорите, что вот в статье, которую вы получили из Японии, например, этот факт отвергается. Возможно, это произошло потому, что возраст менопаузы в Японии отличается. И это может частично объяснить, почему ваши результаты отличаются от результатов в Японии. То есть, еще раз, вы показываете здесь схождение и расхождение с признанными литературными источниками. Вы рассматриваете материалы литературы с точки зрения влияния возраста, или вы обращаетесь к вашему главному вопросу. И далее вы продолжаете эту тему до того, как вы исчерпаете все темы по объяснению ваших результатов и того, насколько ваши результаты идут в ногу с результатами, указанными в других источниках. Вот, по сути, это суть этой главы, которая называется «Дискуссия или обсуждение». Чем лучше вы понимаете литературную, которую вы опираетесь, тем более убедительным ваша статья станет, и тем лучше вы ее напишете. Я уверен, что по всему миру вы можете найти других редакторов, которые понимают, что у вас может быть недостаточно финансовых ресурсов или опыта, технологического опыта, в которых вы не можете конкурировать с американцами или с европейцами по всем вопросам. Но для того, чтобы показать, что вы компетентный ученый, вы можете указать хотя бы, что вы, даже не располагая, может быть, такими хорошими техническими возможностями, оснащением, по крайней мере, изучили литературу и можете объяснить ваши результаты в преломлении к другой литературе. Конечно, вы должны также указать сильные и слабые стороны вашего исследования. Понятно, что мы, как редакторы, тоже, собственно, будем находить и сильные и старые стороны, но вы должны делать это до нас. К сожалению, мы ограничены объемами, у нас есть количество страниц, поэтому в целях сохранения рационального объема вы должны сконцентрироваться на самом важном. Например, нам очень важно знать, что это, например, ваше исследование было первым для данной выборки испытуемых или что оно еще не осуществлялось в мире по тем или иным причинам. Дальше в части дискуссии вы пишете ваш итоговый звучит параграф, где вы описываете ваш прогресс и то, к чему вы движетесь. Вы должны показать, что вы компетентный ученый, вы знаете, где вы находитесь, к чему вы ведете, и вы двигаетесь в направлении того, чтобы сложить весь этот разрозненный пазл в едино. Например, вернемся к нашей теме. Это связь менопаузы, ожирения и рака груди. Вы можете сказать, что, например, изучив данную тему, мы понимаем, что ожирение может быть связано не только с менопаузой и не только с раком у груди, может распространяться на другие области, и вам было бы интересно посмотреть на них тоже. Для примера. Дальше. Благодарности. Не только в русском языке часто говорят спасибо, но и мы на английском языке тоже часто об этом пишем. Я выражаю благодарность, свою глубчайшую признательность тем и тем людям. Это можно делать разными способами. Во-первых, не забудьте поблагодарить тех людей, которые дали вам деньги, потому что больше они вам не дадут. Так что финансовое учреждение – это самое важное строчкой здесь. Дальше ваши профессиональные круги, ваши коллеги, ваш университет. Не нужно, конечно, всех перечислять, но если вы это делаете, спросите у них разрешение. Может быть, они вам и помогли, будучи вашими коллегами, но это совершенно не означает, что они согласны с тем, что вы там пишете. Поэтому вы должны спросить их разрешение хотя бы из вежливости. В любом случае, что бы вы ни делали, руководствуйтесь здравым смыслом. Это универсальное правило. Вот это для меня самая важная часть любой статьи. Вы все здесь компетентные ученые. Вы написали правильные цели, правильную статистику, правильную методологию. И очень сильно прошу вас, даже если у вас вступление, основная часть заключения правильной, пожалуйста, убедитесь, что ссылки и сноски оформлены правильно. Пожалуйста, относитесь по справедливости к тем авторам, которые вы цитировали. Вы можете цитировать источники 50-летней давности, но я, как главный редактор, скорее всего, заинтересован в статьях 2016 года. Если я вижу статьи, 5-6 статей 2016, 5-6 статей 2015 года, я подумаю, о, очень некомпетентные ученые опираются на актуальные источники. Но если я не найду там ни одного источника 2015, 2016, 2014 года, я подумаю, нет, это устаревшие данные, мне это неинтересно. Как я вам уже сказал вчера, каждый раз, когда мы сталкиваемся с основными проблемами со статьей, мы получаем документы, которые посылались в разные статьи, статьи, которые посылались в разные журналы, и им постоянно отказывали там, там, там и там. И таким образом эти статьи просто путешествуют между журналами, и им отрицают, им постоянно отказывают, и они уже с течением времени просто морально устаревают. Поэтому лучше сконцентрироваться на том журнале, который специализируется на вашей тематике, и кому это будет интересно. По источникам у нас нет каких-то ограничений, можете писать как можно больше. А вот формат, это очень-очень важный вопрос, потому что если вы присылаете все в неправильном формате, а не забываете, что я беру документ в Microsoft Word и форматирую в Word Design, то тогда у меня очень большие проблемы. Например, у вас есть бачек и дал 2015 год, это имя человека. Пожалуйста, обратите внимание на инструкции авторам статей, очень важно, очень просто следовать инструкции для авторов. Большинство журналов хотят, чтобы вы пронумеровали источники 1, 2, 3, и потом также указывали их в цитировании, в источниках. Но мы предпочитаем алфавитный порядок, потому что когда вы видите список литературы, у вас там указаны источники в алфавитном порядке, вы можете встретить некоторые значения два раза. То есть на один и тот же источник у вас будет, например, номер 2 из 42, и у вас будет повторяемость. То есть если вы пронумеруете список литературы по цитированию, то одни и те же источники могут попасть под разными номерами, и у вас будет дублирование, которое нужно избежать в списке литературы. Поэтому лучше ориентироваться на алфавитный порядок. Таблицы и цифры. Ориентация таблицы. Большинство журналов не располагают форматом А3, они в формате А4. Поэтому вы представляете таблицы, которые у вас в формате А4. Это, конечно, не имеет большого значения, если у вас маленькая таблица, там три столбика. Но если у вас 34 столбика, то при формате А4 у вас будут очень маленькие значения. Подумайте об этом. Потому что в противном случае таблицу придется поворачивать на папа, а читать такую таблицу неудобно. Это выглядит некрасиво. Подумайте о том, чтобы количество колонок умещалось на одну страницу, на страницу А4. Также вы, конечно же, можете использовать аббревиатуры в таблице. Если легенда для каждой колонки очень большая, тогда мы вынуждены делать из них аббревиатуры. Конечно, числа-то легко впишутся, но если у вас очень большая легенда наверху, лучше сделайте аббревиатуры, а потом внизу расшифруйте эти аббревиатуры. Цифры. Чем больше цифр, тем лучше. Если вы можете сэкономить место с помощью цифр или микрографиков, вы сделаете это. Все, что вы не сделаете в вашей таблице, должно быть четким, понятным, наглядным. Помните, что все должно быть в фокусе. Когда вы делаете сэлфи, вы же хотите быть в фокусе, чтобы люди вас узнали? Тот же самый принцип относится и сюда. Для таблиц и для статистики очень важно быть в фокусе, чтобы было понятно, что вы с чем сравниваете. Вот фотография, на котором чье-то лицо. Кто это? Ваш муж, жена, ваша подруга, ваш сын, ваша кошка. Это должно быть понятным, потому что для людей, которые обычно ленивы, им нужно четко объяснять, что здесь к чему. Не стесняйтесь использовать стрелочки, другие обозначатели, чтобы подчеркнуть особенно важные вещи. Сколько у меня времени осталось? Десять минут этого достаточно. В фокусе своей я хотел бы поговорить о двух вопросах, касающихся презентаций, в том числе и устных презентаций. Вы знаете, я человек в этом достаточно опытный, но при этом очень старый. Я уже много лет занимаюсь исследованием рака, написал много обзорных статей. Давно, когда я поступил в аспирантуру, мне давали книги, говорили, прочти эти книги, и вот только после того, как вы их прочтете, вы можете начать исследование. Конечно же, я их не читал. Ну, а кто читает? Но если бы мне сказали, прочти синопсис, прочти обзор, вот наша тема. Я вам показывал, как использовать подмет. И мне говорят, прочти учебник, поэтому я это никогда не сделал. Если бы не сказали, прочти синопсис, я это сделаю. Синопсис – это интересно, потому что это короткая форма, это выжимка. Например, вы можете прочесть о раковой эпидемиологии в России. И очень мало чего будет в этих статьях нового, и самих статей будет мало. Но чем лучше вы осознаете те источники, которыми вы пользуетесь, вы лучше понимаете те параметры, которые необходимо использовать, которые необходимо включить, и таким образом вы повышаете качество информации, представляющей в вашем исследовании, и, соответственно, качество той публикации, которую вы направляете в журнал. Разумеется, здесь вы также можете продумать тот же самый заголовок, те же самые графические, ту же самую графическую визуализацию. Вы можете сделать синопсис, очень важно понимать, что в саммаре я ожидаю большое количество источников, обзора литературы, и большое количество из них должно быть новых. Если, например, у вас 150 источников, я бы ожидал, чтобы 100 из них было за последние годы. Если у вас 300 источников, хотелось бы, чтобы 70% из них было новых. Именно это гарантирует актуальность вашего исследования. Дальше у вас есть различные категории. Таким образом, вы понимаете, когда вы разбиваете ваш обзор на категории, вы понимаете, что мысль ваша структурирована. Это дает хорошее впечатление на редактора. Это складывает впечатление, что вы понимаете вашу, что вы знаете вашу тему. Ну, вы, например, подразделяете категории на первичные, вторичные. И вы используете ПАБМЕ для того, чтобы лучше вникнуть в ту тему, которую вы говорите, и уже после этого можете сделать графики и схемы. Я всегда советую своим ученикам представлять информацию примерно в такой форме. Это может быть эпидемиологическая, экспериментальная информация, можно использовать различные ПО для этого. Но здесь преимущество заключается в том, что вы показываете всю сложность взаимосвязи между различными компонентами, не описывая их, потому что описание это очень долго и очень скучно. И кроме того, эта схема очень полезна для целей обучения. Так что еще раз не забывайте о схематическом представлении данных. Все из вас пользуются ПАБМЕТом, но вам нужно платить за него, и там есть все, что вам нужно. Ну что ж, ПАБМЕТ, все его знати им пользуются. Здесь я просто выделяю количество источников, которые я хочу увидеть. Здесь я выбираю синопсис, выбираю список литературного абстракта в синопсисе, я копирую его, выбираю заголовок и у вас уже получается основная информация, тот файл, на который вы можете опереться. Здесь тот же самый принцип. Здесь у вас появляется сразу же схема, вот у вас есть вступление, вот у вас есть заключение, и здесь у вас есть ваши цели. Вы смотрите на вступление и заключение, смотрите сразу, ага, соотносятся ли они друг с другом, соотносятся ли вступление и заключение с вашим основным вопросом или с одной проблемой в большом значении. Если да, вы просто их копируете, вы сокращаете, и все, что вы выбрали для себя, попадает в одно место. Таким образом, используя PubMed, вы можете обеспечить целостный подход к вашей работе. Вы просто берете то, что у вас есть, и это очень важно. Это помогает вам использовать все возможности вашего исследования. Например, вы говорите, вот эта тема мне интересна, но я еще не внес ее в свою схему, поэтому, возможно, нужно это добавить во флот-чарт. То есть, PubMed позволяет вам видеть ваше исследование, по крайней мере, ваши материалы в наглядной структуре, и вы просто используете различные элементы этой структуры для того, чтобы создать вашу статью, не забыв ничего. Конечно, у всего интересного есть и скучная сторона, а в нашем случае это список литературы. Вы согласны? Все это зависит, конечно, от вашей конкретной темы, и вы заканчиваете и пытаетесь опубликоваться. И, конечно, все мы хотим, чтобы рецензии на наши работы были хорошие, и если все правильно, то все журналы примут вашу статью. Итак, когда я начинала работать, у нас не было компьютеров, не было памяти. Нам все приходилось писать на бумаге, и все это было очень энергозатратно. Иногда мы друзей просили нам помочь. Теперь мы больше так не работаем. У нас есть компьютер, где мы все печатаем. Сначала мы собираем информацию и выстраиваем вводную часть. И, собственно, ваша диссертация – это и есть рецензия плюс 2-3 статьи. Обычно для получения степени вы проводите какого-то рода исследования. Итак, постоянно нужно подчеркивать, что вы знаете вашу область исследования, что вы знаете, что люди уже сделали в этом направлении, и вы дополняете уже существующие исследования своей работой. Итак, вербальная презентация. 5 минут. Это очень важный момент. Прежде всего нужно быть джентльменом. Я не обязательно должен иметь галстук или красивые туфли. Но быть джентльменом – это значит помогать людям. Вот вы, например, хотите сейчас пойти выпить кофе, а я ворую ваше время. Чем больше я ворую, тем меньше у вас останется времени на кофе. Это вас раздражает, возможно. Но это, на самом деле, конечно, не настоящая проблема. Конечно, модератор у нас очень вежливый, он меня не оборвет. Но очень часто мне дают всего 2 минуты. 2 минуты проходит, и мне говорят, все, заканчиваем. Время закончилось. Конечно, председатель, модератор решает, сколько времени у вас есть на презентацию. Поэтому всегда, пожалуйста, учитывайте время, которое у вас будет на презентацию. Структурируйте ее таким образом, чтобы уложиться в это время. И, пожалуйста, всегда рассчитывайте примерно один слайд на одну минуту. Если вам дают 10 минут, учтите, у вас будет не более этого времени. И вам нужно думать об этом, учитывать временной фактор, когда вы планируете вашу презентацию. Пожалуйста, вот так слайды не делайте. Это слишком сложно. Если у вас протокол исследования, вам нужно представить только основные данные, только самые важные данные. Пожалуйста, ничего лишнего не включайте. Можно еще красивую картинку какую-то включить. Можно свою фотографию, например. Ну, или если вы в Петербурге, делайте презентацию, пожалуйста, красивый вид Петербурга. Или какой-то график, чтобы он хорошо смотрелся, и чтобы людям было более понятно. И также подумайте о той скорости, с которой вы будете говорить. Ведь если вы будете говорить быстро, вас могут и не понять, если аудитория просвещенная, может быть, вас и поймут. Но если это обыкновенные люди, то, пожалуйста, учтите, что вам нужно будет говорить помедленнее. И у нас есть основная часть текста. И когда мы нервничаем, мы смотрим на наш текст. Пожалуйста, не делайте этого. В аудитории ваши слушатели смогут прочитать текст гораздо быстрее, чем это сделаете вы, нервничая. Пожалуйста, старайтесь сделать так, чтобы ваши слушатели постоянно вовлекались в вашу презентацию. Пожалуйста, можете указывать на определенные части вашего слайда. Подчеркивайте, что важно. Вовлекайте людей в вашу презентацию, но не читайте. И когда вы говорите, пожалуйста, смотрите на людей. Не смотрите на одного человека, иначе он застесняется. Смотрите на всю аудиторию. Конечно, можете говорить с тем, кто спит, чтобы они проснулись. И презентация – это очень хорошая возможность донести вашу идею до аудитории, поднять какие-то вопросы и, конечно, улучшить понимание проблемы. Все остальное мы сделаем завтра. Это все на сегодня. Большое спасибо за ваше...